Итак, сегодня мы вам представим доклад «Битрикс24 – это готовое решение для интернет-продаж». Так, у нас тут слайд по вопросам. Напоминаем, что вопросы вы можете задавать, если вы смотрите в онлайне, то прямо под онлайн-трансляцией. Если вы сидите здесь в зале, то вы можете задавать вопросы через мобильное приложение Bittrex.conf. Итак, рынок интернет-продаж растет. На самом деле в интернете мы видим очень много статистики, которая подтверждает эти слова, что рынок действительно растет. И растет рынок малого бизнеса, то есть интернет-продаж для малого бизнеса. Сегодня он уже набирает 49%. То есть это переводы, которые осуществляются между мелкими предпринимателями и частными компаниями или частными лицами, которым они делают или пытаются делать какие-то продажи. Да, вместе с этим люди, покупая в интернете, они сегодня привыкли оплачивать все онлайн. Совсем недавно Яндекс совместно с ТНС Групп сделали исследование и показало это исследование, что клиенты научились платить в онлайне, научились платить карточками. Карточек на руках очень много. И люди хотят, могут, им нравится платить карточками. И исследование это подтверждает. 92% фактически людей в России пробовали или платили карточками. Вообще все хотят продавать в интернете. И на этот рынок начинают выходить совсем маленькие компании, у которых есть ряд своих потребностей. Ну, во-первых, у них еще нет интернет-магазина. А продавать они, конечно же, хотят. Во-вторых, им нужно как-то принимать оплату от своих клиентов. Желательно это делать онлайн. То есть поддерживать современные способы и не принимать наличные. Еще одной из таких важных задач – это минимизировать общение с клиентом. Так как компания небольшая, то выделить менеджеров, которые будут сидеть и постоянно коммуницировать с клиентами – это очень дорого. Поэтому нужно как-то это минимизировать. Ну, конечно же, идеально, чтобы все это где-то фиксировалось, велась какая-то статистика, аналитика для руководителей и вообще для менеджеров. Достаточно дорого создать или открыть какой-то маленький, небольшой бизнес. Это дорого и при открытии офиса в офлайне. То есть нужно снять помещение, нанять какой-то персонал, либо самому бегать, как белка в колесе. Но и цены начали расти на интернет-решение. Стоимость открытия интернет-магазина начинает колебаться в районе 100-150 тысяч, если это решение достаточно функциональное. И малый бизнес не может позволить себе сделать такие расходы, сделать такие инвестиции на начальном этапе. Он еще не понимает, будет ли какая-то отдача от его бизнеса, сможет ли он с этого бизнеса получать какой-то доход. И, соответственно, требуются какие-то решения, которые дадут на вот этом начальном этапе что-то сделать для попытки сделать продажи. Да, вообще бессистемные продажи сегодня, они еще встречаются. Скорее-скорее они начинают все больше и больше развиваться. Да, они наоборот начинают развиваться, их становится все больше. И сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что увидел там где-то в соцсети или в каком-то мессенджере какой-то товар или услугу, которая требуется. Хочешь ее скорее приобрести, скорее купить. И здесь начинаются проблемы. Тебя отправляют в какой-то чат, потому что общаться здесь неудобно. Ты начинаешь общаться с продавцом в чате. Потом тебе предлагают сходить и оплатить, положить на какую-то карту Сбербанка. Если у тебя нет этой карты, нет счета Сбербанка, ты идешь в банк, переводишь деньги, возвращаешься опять к общению, говоришь, я перевел. Продавец начинает проверять, поступили ли ему оплаты. То есть начинается такая сложная система, даже не система на самом деле, а бессистемность. Давай немножко дополню. Клиенты делают покупки очень часто спонтанно. То есть покупка, клиент захотел, он хочет что-то купить, и ему хочется это сделать мгновенно. Реакция на оплату, реакция на покупку, она очень быстрая. Такие вот продажи, отложенные с обсуждениями, заставляют терять клиентов, терять продажи, терять фактически конверсию в покупке. Соответственно, малый бизнес недополучает какой-то достаточно значительный доход. Вот как раз недавно наткнулись на одно из исследований, откуда, собственно, картинка на нашем слайде, как клиент выбирает что-то в Инстаграме, какой-то товар, затем ему предлагают перейти в чат, дальше общаться, говорят оплатить, дальше они обсуждают, как это можно оплатить, собственно, как-то оплачивают, подтверждается платеж, и дальше начинается коммуникация о том, когда доставят, когда клиент получит, собственно, свой товар. Вообще, малый бизнес, конечно же, сегодня ищет решения этой бессистемности в продажах, в интернет-продажах. И такие решения должны быть быстрыми, такие решения должны быть простыми. Они должны давать возможность клиенту, как можно, не клиенту, а владельцу бизнеса, как можно меньше уделять внимание клиентам на вот этих промежуточных этапах, которые не способствуют увеличению дохода. Ну и хорошо бы, если такие решения были бы бесплатными. Есть решение от Bitrix24. Это решение, мы озвучили выше несколько проблем. Решение первой проблемы, когда еще нет интернет-магазина, но уже нужны продажи. Как здесь может помочь Bitrix24? Новые CRM-формы. Они позволят вам очень быстро начать продавать в интернете. Во-первых, формы собираются из готовых полей в CRM. То есть не нужно что-то долго создавать. Вы уже работаете в CRM, уже ведете сделки, лиды, контакты, и вы создаете форму уже из готовых полей, с которыми каждый день работаете. Формируете предложения, товарные предложения прямо из товаров, которые есть в вашем каталоге Bitrix24. Ну и, конечно же, получаете публичную ссылку на эту форму, и можете использовать ее где угодно, в различных соцсетях, мессенджерах и так далее. Вторая проблема – это прием оплаты и прием платежей. Если даже маленький бизнес выходит на какие-то продажи, делает какую-то страничку, где он сможет принимать оплату, то такая страничка и такие работы с оплатами требуют заключения договоров. Не со всякой компанией, не со всяким маленьким предприятием будут работать каждая платежная система. Это требует заключения договоров. Это требует какого-то времени на подключение и настройку таких систем, что становится камнем преткновения. В Bitrix24 платежи до 15 тысяч рублей по договоренности с Яндексом не требуют заключения договоров. Вы просто говорите, что я хочу принимать платежи, указываете реквизиты своего ИП или своего предприятия, на которое вы хотите принимать деньги, указываете реквизиты расчетного счета, и клиент оплатив, вы автоматически на следующие сутки будете получать такие платежи на ваш расчетный счет. Третья проблема – это минимизировать общение с клиентом. Опять же, здесь помогут CRM-формы, потому что для того, чтобы принять элементарно какую-то обратную связь от клиента, не обязательно звонить, писать и тратить на это время. Можно использовать CRM-формы. Можно предлагать свои товары и услуги через эти CRM-формы и все фиксировать в CRM. Все результаты формы незаметно автоматически попадали в CRM. Формируется профиль клиента, на котором вы сможете оценить, насколько хороший или плохой клиент. Вы сможете увидеть, насколько качественно он делает оплаты, насколько вовремя он делает такие платежи. Вы сможете увидеть, насколько он нагружает вас коммуникационной нагрузкой, то есть клиент занудный, не занудный. Соответственно, вы можете принимать решение о каких-то дополнительных скидках, основываясь на этой информации. Если все это собрать вместе, о чем мы говорили, получается CRM-форма с онлайн-оплатой. Давайте посмотрим. Мы записали видеоролик, который показывает, как вообще это работает. Вы собираете форму. Клиент, заполняя эту форму, вводит какую-то свою информацию, выбирает товары из вашего каталога BITREX24. Сбоку формируется автоматически цена, практически как корзина на сайте. Клиент попадает на публичную страницу счета, где он видит сразу доступные платежные системы, которые вы подключили, и может оплатить этот счет прямо здесь, онлайн. Существует много вариантов онлайн-оплаты. На нашем ролике представлена оплата картой. То есть клиент оплачивает счет онлайн, и менеджер в CRM автоматически получает уведомление, во-первых, о том, что счет оплачен, и счет автоматически переходит в статус финальной оплаты. Итак, BITREX24 – это комплексное, готовое решение для интернет-продаж. Создавайте формы, продавайте свои товары и услуги через CRM формы BITREX24. Впечатляйте своих клиентов удобным и современным способом работы, не отвлекайте их на лишнее общение, не заставляйте их бегать и оплачивать какие-то ваши продажи сложными и неудобными для них способами. Будьте современными, стремитесь к лучшему. Конечно же, собирайте всю информацию о клиенте в вашей CRM. CRM будет автоматически формировать портрет вашего клиента и сможет ответить на самые важные вопросы по клиенту или по какой-то компании. Ну, конечно, для руководителя это контроль всех продаж и всех коммуникаций с клиентом. И про CRM формы также хотелось бы несколько сценариев рассмотреть и показать реально, как это работает, насколько быстро, просто создавать CRM формы. Вообще, CRM формы не только для продажи. Все мы наверняка используем формы на сайте. Это могут быть формы обратной связи, это могут быть какие-то анкеты, регистрации. Давайте рассмотрим, например, приглашение. Нам нужна форма приглашения, нам нужно пригласить клиента. Это значит узнать какую-то информацию о нем, ну и, собственно, предложить ему… Малый бизнес раскрутился и решил открыть свою оффлайновую точку. Почему нет? Нужно спросить на ее открытие. Как это будет выглядеть в Bittrex24? У нас есть раздел CRM формы. Так, видео у нас не запустилось. Почему-то… Пролистывай. Хорошо, давайте перейдем сразу к следующему сценарию, это регистрация на мероприятие. Первая форма на самом деле была очень простая, то есть мы спрашиваем имя, телефон, ну и, собственно, все, что нам нужно от клиента. Вторая форма немножко посложнее, когда нам нужно сделать некую зависимость между полями. Например, это может быть регистрация, когда клиенту необходимо выбрать, придет он на мероприятие один или он возьмет с собой еще кого-то. В этом случае уже возникает некая зависимость в форме. Здесь у нас ролик запускается. Давайте посмотрим, как это выглядит. Мы формируем название, описание формы. Заранее в лиде у меня были созданы поля для сбора контактной информации. Теперь я набрасываю эти поля в форму, создаю секции для того, чтобы потом составить зависимость. Например, секция, где я должна указать информацию об участниках, если их будет несколько, и указать информацию о себе, если я буду одна. Так, создаем секции. Дальше переходим к правилам. Это как раз правило, которое позволит вам сделать зависимость между полями. Здесь мы создаем правило, показываем, что формы у нас бывают на самом деле нескольких видов, и можно загрузить подложку, картинку для своей формы. Можно создать сообщение, которое будет видеть клиент после заполнения формы. Публикуем форму, переходим по ссылке, и вот какая она у нас получилась. Первым делом клиент видит вопрос, будет он один или с кем-то. Если он будет один, он видит один набор полей. Если он будет с кем-то, то ему открывается совсем другой набор полей. Таким образом, вы на самом деле можете создать самые различные, даже самые сложные формы, используя простые правила. Мы видели, что это действительно просто. Две выпадашки, где вы выбираете, что делать в зависимости от выбранного значения в каком-то поле. Вы можете скрывать как конкретные поля, так и целые блоки. Вы можете при скрытии определенного блока убирать какую-то дополнительную информацию, которую не требуется заполнять клиенту, если он выбирает, например, какой-то способ доставки или какой-то способ оплаты и не требуется заполнять лишние поля. То есть вы можете достаточно гибко что-то проектировать и не заставлять клиента заполнять огромную пласт информации, которая ему не требуется. Конечно, также существует публичная ссылка на форму. Как и с открытыми линиями, вообще публичные ссылки сегодня это удобно, когда не нужно создавать какие-то группы, не нужен сайт, когда вы просто можете получить ссылку и отправить ее любым удобным способом целой группе людей или конкретному человеку. С веб-формами работает такая же система. Вы можете создать публичную ссылку на свою форму, поделиться ей. Клиент, собственно, будет видеть, опять же, страничку с какой-то подложкой красивой, где может быть рассказано про вашу компанию, и веб-формой, где, например, может оставить обратную связь какую-то или еще что-то, оставить свою контактную информацию. Самое главное, что сделать можно на формах, это поставить на них онлайн-чаты. Причем это можно сделать не обязательно на формах. У нас множество публичных страниц, и мы планируем в рамках Bitrix24 давать возможность уданавливать чат, в принципе, на любой из этих страниц. Соответственно, создав отдельно, как мы говорили выше в предыдущем докладе, открытую линию, вы можете ее размещать как в социальных сетях в виде ссылки, так и на онлайн-чатах или каких-то формах, где можно будет вашим клиентам общаться с вами через уже достаточно удобный канал коммуникации. Например, очень удобно будет, как мы показывали, при оплате счета клиент заполнил форму, а вдруг при оплате у него возникли какие-то вопросы. И если ему не помочь в этот момент, то, скорее всего, он уйдет и найдет другую компанию, там другой товар, потому что конкуренция у нас большая. А когда есть онлайн-чат, то он прямо здесь, если у него возникли какие-то вопросы в ходе заполнения формы или в ходе оплаты, сразу сможет коммуницировать с вашей компанией. Конечно же, незаметно и автоматически ведется СРМ. Ничего не нужно заполнять руками, переносить какую-то информацию с формы внутрь СРМ, вести это все где-то отдельно. Все автоматически фиксируется СРМ. Каждая форма, каждый результат заполнения формы – это новое дело в СРМ, это новый клиент вашей СРМ, по которому ведется портрет, собирается портрет клиента, и по которому, конечно, ведется какая-то статистика. СРМ-формы Bittrex 24 – это быстро, не нужен программист. Их просто создавать вы используете те же стандартные поля, которые вы уже сделали в рамках своей СРМ, и просто их выбираете. Конечно же, это эффективно, потому что все ведется автоматически в СРМ, вы не тратите на это время. Готовое решение для продаж создаются быстро, есть публичные ссылки, есть возможность разместить СРМ-форму на своем сайте, на любом другом сайте получить код, возможность разместить онлайн-чат на странице с формой. Конечно, ведется статистика внутри СРМ по формам, плюс есть возможность подключить Яндекс.Метрику и Гугл.Аналитику для того, чтобы собирать какую-то детальную статистику уже там. Причем подключение достаточно простое, вообще не требуется никаких настроек. Вы указываете код счетчика в Яндексе или код счетчика в Гугле, и мы создаем стандартный хатчет. Вы можете видеть полностью все движения по форме, на каком участке формы клиент запинается, почему он ее не заполняет. Снимая такую статистику, вы сможете улучшать вашу форму. Вообще интернет-продажи развиваются, растут, и хотелось бы узнать, как вы считаете, вообще перспективно ли направление именно развития интернет-продаж в рамках СРМ-формы, вообще в рамках Битрикс24. Поднимите, пожалуйста, руки, кто уже попробовал или, может быть, даже не попробовал, но уверен, что это интересно делать в рамках Битрикс24, полезное, и клиентами это востребовано. И стоит ли нам углублять и улучшать функционал? Ну, рук достаточно много, это прекрасно. Мы очень рады. Мы будем стараться, значит, улучшать данный функционал. На следующем релизе попытаемся вас удивить новыми интересными идеями и решениями. Вы можете писать на сайте идей. Мы здесь не написали ссылочку, но у нас есть сайт идей. Его найти можно очень легко поиском. Написать сайт идей Битрикс. Можно писать о ваших идеях в данном направлении на этом сайте. Мы будем их обязательно читать. С нами можно будет коммуницировать через открытые линии. Мы их обязательно опубликуем. И мы сможем обсудить ваши идеи либо в открытых линиях, либо на этом сайте. Да, плюс для партнеров. Совсем недавно мы создали Битрикс24. По адресу, который вы видите на экране, это P-Bitrix24.ru. Там уже создана группа по новинкам Битрикс24. Пожалуйста, пишите. Нам очень важно получать от вас обратную связь и понимать вообще перспективно ли то направление, куда мы движемся. Спасибо за внимание. Друзья, спасибо большое за выступление еще. Миша, извини, я тебя перебил. Конечно. Прошу простить, я вас покину. На вопросы ответит Екатерина самостоятельно. Спасибо. Хорошо. Юрий, спасибо огромное. Да, на самом деле с Юрием мы не совсем прощаемся. Мы сегодня увидим его еще на сцене, пообщаемся. Значит, тогда у меня вопрос есть для Кати. Несколько штук. Давай. И давайте мы сразу такого сценарного вопроса. Мы посмотрели, что, например, в веб-форме можно закрыть несколько очень интересных сценариев, когда мы регистрируем кого-то на мероприятие. Или даже сейчас что-то продаем, выставляя счет. Есть часть бизнеса, которая очень завязана, например, на календарь. Бизнес-услуг. Вот тут не пишут, какая конкретно, например, отрасль бизнеса. Но есть услуги, а вот услуги аренды в частности, где очень важным является календарь расписания. Не планируем ли мы интегрировать календарь в веб-форме? Вообще рынок услуг для нас интересен. У нас с Юрой Волошиным как раз будет доклад последний. Там, Bittrex 24, новинки, планы и обсуждения. На этом докладе мы вам расскажем, скажу пока по секрету, об услугах. И как раз расскажем о сценариях для сервисных компаний, которые предоставляют услуги, и которым важно использовать их не только через веб-формы, но и через другие каналы. И там мы расскажем об этом подробнее. Хорошо, дождемся, посмотрим, что у нас там будет. Теперь несколько таких точечных вопросов по формам. На данный момент нет множественных полей в форме. Планируем или нет сделать? В настройках любого поля вы можете задать множественность. Может быть, просто не увидели в интерфейсе, но возле каждого поля есть иконка шестеренки. Переходя в настройки, вы можете сделать любое поле множественным, даже если оно в вашей CRM было немножественным. То есть мы можем привязать поле CRM, которое было… Одиночное. Одиночное. Сделать его множественным для форм. Что при этом происходит с полем в CRM? Хороший вопрос. Окей. Забежали немножко дальше. Хорошо. Дальше там же можно ли к CRM-формам UTM-метки подставлять? Тоже логичный вопрос. Пока такой возможности нет, но CRM-формам будут развиваться, поэтому обратная связь и, конечно, все будет… Интеграция с Google и с Яндексом по аналитике есть? Есть, да. И эти метки мы пока не подставляем. Опять же, если обратная связь от вас поступит, что да, это частый кейс в использовании вами или вашими клиентами, да, конечно, мы эту сторону будем смотреть. Так, немножко подробнее просят рассказать про подключение Яндекс.Денег без заключения договора. Мы без Юры сможем этот вопрос осветить или… Ну, на самом деле там будет все выполняться в пару кликов, то есть там буквально указать будет пару полей, но это еще пока в процессе разработки. Обязательно, когда это станет доступно, когда обновление выйдет, мы опубликуем подробную статью и расскажем, как это настроить, как это подключить, как это вообще работает. То есть мы самостоятельно заключаем все договора с Яндексом, поэтому компании ничего не нужно будет, будет достаточно просто… То есть фактически я, как клиент, подключая веб-форму с оплатой, не должен буду с Яндексом заключать договор на небольшие суммы? Да. До 15 тысяч рублей ничего не нужно будет заключать. Ну, это такой анонс от нас, значит, мы потом скажем, когда это все заработает, когда можно будет нажать на кнопку. Есть очень частый вопрос и в нашей трансляции, и под веб-форму, когда же все это появится в коробке. Сейчас мы говорим, что уже есть, чем можно пользоваться. Это касается облачного Bitrix24. Есть ли у нас примерное представление, когда форум портируется в коробку? Ну, как всегда, коробка выходит немножко позже. Мы хотим все обновления, которые были представлены в Корсике, выпустить для облака, для Bitrix24, и потом уже будем постепенно в коробку. Пока по срокам даже не смогу сказать, потому что все зависит от того, когда вот мы все отдадим в Bitrix24. Планируем мы отдать это вот до конца июля. И потом будем постепенно уже отдавать обновления в коробку. Да, немножко по этому вопросу чуть подробнее. Обычно у нас происходит как? У нас есть облачный Bitrix24 и коробочный. В коробочном функционал появляется позже новый, и это связано просто с особенностями тестирования. В коробке каждый под себя настраивает очень многие вещи. Это огромный плюс коробки кастомизации. И нам требуется существенно больше времени для того, чтобы тестировать, как наш новый функционал будет ложиться на коробочную версию. С этим связана задержка неделю, две, три месяца, иногда два. А то и больше, да. Иногда чуть больше, в зависимости от сложности функционала. Продолжение следует...